Если завтра война, что будет с Иерусалимом, Тель-Авивом и Тегераном? Армии и войны, Ближневосточные войны 29 июня 9.40 Если завтра война, что будет с Иерусалимом, Тель-Авивом и Тегераном? Каким оружием Израиль, не обращая внимания на Россию, готовится биться с Ираном? Александр Ситников, комментарии в просмотров 9059. На фото, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с послом Соединенных Штатов в Израиле Дэвидом Фридманом, во время открытия нового поселения, названного в честь президента США Дональда Трампа. Фото, AP-фото, Ариэл Шалет, Дас. В Израиле буквально все говорят о возможной тотальной войне с Ираном. Люди задают друг другу вопросы, что будет, если сражения все-таки начнутся? Спасут ли бомбоубежища от вражеских ракет? И самое главное, сможет ли ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, противостоять корпусу стражей исламской революции, КСИР, и отрядам Хизболлы? Да, израильтяне верят, что американцы не оставят их одних, если многочисленные героические персы пойдут в наступление. В то же время, у США тоже могут быть свои геополитические и внутренние интересы. Можно сколько угодно утверждать, что американцы агрессивны, однако прошлая администрация выступала, например, на стороне Палестины в вопросе строительства поселения на спорных территориях. Кроме того, демократы не поддерживают Трампа в вопросе давления на Иран. Ави Исахаров, аналитик по Ближнему Востоку, пишущий для The Times of Israel и Wall News, считает, что ситуация напоминает бой боксеров-тяжеловесов, в котором ни один из них не может нанести нокаутирующий удар. Он утверждает, что возможны самые разные политические пассиансы. По данным израильских официальных лиц, сегодня в Сирии насчитывается более вторых тысяч офицеров-советников КСИР, около 10 тысяч членов шиитских ополченцев, перекинутых из Пакистана и Афганистана, и примерно 8 тысяч боевиков Хизбаллы. Россия закошмарит Пентагон летающей батареей вместо штурмовиков сухопутные войска на поле боя поддержат огнем летающая гаубица. В то же время, по информации Ави Исахаров, Хизбалла старается не втягивать Ливан в конфликт. Верный союзник Тегерана закрепился в Беруте в ходе прошедших парламентских выборах и сосредотачивается на внутренней политике. Сирия также не заинтересована в том, чтобы служить полем битвы между Ираном и Израилем. Тем более Россия хочет вернуть военные инвестиции в осадозвонкой монетой, торгуя местной нефтью и пшеницей. Собственно, поэтому Трамп ввел нефтяную блокаду Тегерана, так как, по данным ЦРУ и МОСАД, для этого сформировались практически идеальные условия. Тем не менее, риск войны между Ираном и Израилем в последнее время стремительно возрастает, причем даже не из-за танкерных инцидентов. В Персии крепчает недовольство экономическим положением, а также увеличивается число сторонников сближения с Западом. Правление Айтул и Али Хаминеи находятся под внутренним давлением. Следовательно, самым последним аргументом Тегерана может стать решение о возобновлении в Персии программы по созданию шиитского оружия судного дня атомной бомбы. Тель-Авив назвал этот шаг фактическим объявлением войны. Именно поэтому обе стороны готовятся к тотальной битве. Стало известно, что Израиль ведет срочные и детальные консультации со странами Персидского залива и с руководством НАТО на предмет военной операции. Можно не сомневаться, в Тель-Авиве прорабатываются все варианты, в том числе и конфликт один на один. Если начнется и рано-еврейская война, то уровень разрушений, скорее всего, будет ужасным даже по стандартам современного Ближнего Востока. Не имея общей границы, Ксир, тем не менее, обещает испепелить израильские города. Под удар, надо полагать, попадут и христианские святыни в Иерусалиме. Само собой, ракеты обрушатся на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. В ответ авиация Израиля грозит состереть с лица земли иранские населенные пункты, в том числе и Тегеран и другие крупнейшие мегаполисы. Свободная пресса уже писала о новом вооружении Ирана, включая ЗРК «Тхудад-15», который не хуже С-350 «Витязь», о ракетах «Хурам-Шахр» с дальностью поражения до 2000 километров. Рывок, сделанный Персией, поражает. Но что Израиль противопоставит Ирану? И самое главное, у кого больше шансов на успех, если не будет наземных сражений? Прежде всего, в составе ВВС Израиля следует учитывать тяжелые истребители F-15 Eagle, «Орел», в том числе F-15C, который затачивали на боях с МиГ-29, как с наиболее современным перехватчиком Персии. С еврейской стороны в бой вступят 84 «Орла», тогда как Тегеран располагает всего 25 мигами, причем неизвестно, сколько из них боя готовы. Все остальное в ВВС Ирана либо не летает из-за отсутствия запчастей, или является несерьезными с современной точки зрения самолетами. Исход битвы за небо ни у кого не вызывает сомнения. Евреи победят Персов. Кроме того, отметим, что Цехал располагает версия «Орла» F-15E, «Strike Eagle», которая может без дозаправки вторгаться вглубь Ирана. Эти истребители оснащены высокоэффективными системами РЭБ, что, безусловно, повышает живучесть машины в борьбе с наземными средствами ПВО. Чтобы было понятно, о чем речь, приведем следующий пример. Индия купила у Израиля бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы L-TL-M 8222 для установки на российские истребители, заявив, что они лучше русских. Значит, велика вероятность, что иранская система противовоздушной обороны будет нарушена в самом начале войны. Теперь об оружии и возмездии. В Иране баллистические ракеты, БР, Хорам-Шахр стали поступать в войска в 2017 году, тогда как в Израиле вот уже 30 лет несут службу БР. Шахар и Орихон-2, бьет до 3000 километров, а также и Орихон-3, начало эксплуатации 2011 год, с радиусом действия до 6000 километров. ЦРУ утверждает, что Хорам-Шахр выпускается штучно, а вот в Израиле накоплен значительный арсенал ракеты Орихон. Кроме того, они очень точны в атаках за счет американской спутниковой системы позиционирования. Ясное дело, Вашингтон не отключит союзническому государству сигналы GPS, а вот с иранскими ракетами не все так однозначно. Персы в лучшем случае могут рассчитывать либо на российский комплекс ГЛОНАСС, или на китайскую навигацию БДОУ. Однако чужое военное использование всех вышеперечисленных систем не приветствуется. В частности, во время активной фазы недавнего Пакистана-Индийского конфликта в Кашмире спутниковая навигация вообще не работала, либо серьезно искажался сигнал. В частности, индийские ракеты упали в пропасть, в сотнях метрах от лагеря пакистанских ополченцев. Адмирал Ставридис, русские моряки нарываются на грубость, почему командование ВМС США предписывает своим кораблям уступать дорогу российским. Важно учесть и такой момент. Одно дело, когда БР Хурамшахр испытывали силы применялись против террористов, другое когда ракеты полетят, скажем, на храм гроба Господня. Что касается нефтяных полей арабских стран, то они стопроцентно запылают ярким пламенем. В этом случае, высокой точности не потребуется, да и Москва вполне может зевнуть. Также можно не сомневаться, что в ракетной атаке на Иран примут участие 6 израильских дизель-электрических подлодок «Дельфин» водоизмещением 1840 тонн. Израильские СМИ сообщили, что на этих субмаринах под морское базирование адаптированы высокоточные крылатые ракеты. АГМ-142 «Хавнап», известные еще как «Папай-Турбо» с дальнобойностью свыше 350 километров. Впрочем, американцы утверждают, что они способны бить на расстояние 1500 километров. Как бы там ни было, но иранские порты и корабли точно окажутся в зоне поражения. Таким образом, Израиль имеет очевидное преимущество в авиации и в ракетах, хотя на стороне Ирана имеется очевидное превосходство в наземных войсках. Кстати, Ави и Сахаров не исключает, что ущерб, нанесенный персами еврейскому государству, может быть значительным, причем настолько, что мир придется подписывать на условиях Тегерана. Новости внешней политики, как Россия разыграть иранскую карту.